Всем привет, я Мега Сириус 12 и я продолжаю проходить игру Корсара 2. Так, вот я решил нанять трёх офицеров, спустил я на них 7 кассов, но я надеюсь, они у меня в будущем окупятся. Так вот, выходим в море. Также я взял миссию потопить, извините, потопить пирата, но пока я проходить не буду, так как мой кораблик хреновый, скажем так. И сейчас я решил выполнить миссию квестовой линейки основной, то есть проникнуть в захваченную Аксбей и узнать там информацию. Ну а пока мы будем плыть, я хочу поблагодарить двух пользователей. Это первый, это Снэйк из Легендаря, Тим 43. Он подсказал, какими лучше всего брогами пользоваться. И, ну, обучил всему, что нужно, всё, что нужно знать, для того, чтобы делать видоки. И второй пользователь, это Мега Тиеста 96, потому что я как-то увидел, как он проходит в Сталкерах в Припяти с CJ-модом, и тоже решил проходить игра. Спасибо ему отдельно. Так, ну вот, мы почти доплыли. Ну, сейчас я вам покажу такой прикол. Даже не прикол, а больше совет. В порту города теперь причалить невозможно с нашим корабликом. Боян, сейчас, секунду. Вот этот захваченный Оксбей. А вот порт к нему охраняет три вот таких больших кораблика. Это Линкор и два Фрегата. А так как нам нужно в него попасть, в этот город, ну, из порта это невозможно, так как там блокада. Мы выбираем опцию доплыть, и вот доплываем до локации Фар Бич. И причаливаем. Вот мы причаливаем в такой бухте укромной. Вот тут тайничок, я уже увидел. Вот тут мешок, наверное, либо 100 рублей. И идем в джунгли. Да, в этой игре, в отличие от Корсаров 3, кто не играл в нее, можно ходить по джунглям. Так, вот тут тоже есть тайничок, вот в этой палке. Но сейчас ничего не лежит, к сожалению. Так, вот идем вот туда. Ну вот за камнем там просто дорога, там ничего такого. Так, ну вот мы идем, идем. Это вот такой самый короткий путь к Оксбей, и вот уже городские ворота. Вон там вдали уже видны ворота, дома какие-то. Это и есть Оксбей. А вот туда дальше идет дорога в джунгли. Там, пошатаясь по джунглям, можно выйти к локации пещера, в которой есть один меч. Но там пипец, как много скелетов. У нее может быть и слази, но ближе к концу игры. И еще там можно пройти к другому городу, Гринфорд. Он тоже будет, ну мы тоже будем, как бы... Стоять? Ты кто такой? ...к нему плавать, так как будут квесты, связанные с ним. Так, вот у нас два французских солдата спросили, типа, кто мы такие. Типа, мы такие спрашиваем, кто вы такие. Вот мы пробуем наврать, типа, мы с донесением для командующего эскадры французской. Вот солдат, блин, что-то просек, спрашивают, как зовут командующего. Но мы его яснепи не знаем, поэтому... Эхм, я не знаю, умри. И вот начинается драка. Хрена, чем его с этого солдата. Вот мы его убили. Да, блядь, четверо на одного. Охренеть. Ладно, заходим в город. Тут уже все нормально. Вот, и узнали начальный наш город. Так, то ничего тут не обновился, нет. Так, что у нас предметы? О, надо старую шпалку продать. Чем обязан? Да ничего. Так. Идем сразу в таверну. Так как в магазине нам ничего не продадут, типа, французы забрали все товары, а наверх, что нельзя чинить корабль, типа, французы тоже не дадут. И тут сидит этот игрок в кости. Играть пока не буду, удачи низкая. Бомж. Французский солдат. Сейчас узнаете, для чего он тут сидит. Так, и что тут еще, кто у нас тут? И контрабандист. Так, вот мы говорим с таверчиком. Попробуйте, мой Ром. Одна кружка свалит с ног, даже с стороны. Типа, поможет найму матросов. Он говорит, что никого не осталось. Всех, кто мог стать матросами, французы забрали. Типа, понятно. Хотел поговорить с тобой. Узнаем о французах. И вот таверчик нам рассказывает о них. Ну, я, наверное, зачитаю. Приняли? Господи, да как же можно было принять этих мерзавцев? Проклятие. Французы разграбили половину города, хотя клялись, что никого не тронут. Несчастный Миллерд пришлось бежать из города, чтобы ее пощадили. А ее отца солдаты прирезали при попытке сопротивления. Вот мы говорим, типа, вот негодяя, скажите, Эверард хотели бы ловить, чтобы на Доксбейм снова завелось английское знамя. Он говорит нам, ой, я молю бога, чтобы этих захватчиков поскорее выкинули вон отсюда. Они каждый день выпивают галлоны Элиэрова, а я боюсь даже заикнуться об оплате. Вот мы ему говорим, что дело в том, что я нахожусь здесь по поручению сэра Роберта Кристофера Сайлхрада, губернатора Редмонта. Это нам товарищи говорит губернатор Редмонта, его светлости уже известны о нападении. Так почему же он не предпринят никаких действий, чтобы отбить колонию? Вот мы ему отвечаем, я как раз собираю информацию о дальнейших планах французов. Так, да, вы не робкого десятка, сэр, что же, я готов вам помочь. Что сейчас происходит в городе? Ничего особенного, население прячется по домам и в джунглях. Хоть французы и поставили пост на выходе из города, каждый день нескольким жителям удается убежать в джунглях. Сами же французские солдаты дебоширят каждый вечер, напеваются, пристают к женщинам, даже к пожилым. К тому же, у них не хватает команды. Командование эскадра нанимает матросов на корабли за очень неплохие деньги, между прочим. Кстати, сэр, Натаниэль, это, а ведь это неплохая возможность заслать лазурчика к французам. Так, вот мы им говорим, может, край муха, тебе удалось что-нибудь услышать о дальнейших планах французов? Вот он говорит, ну разве что болтали, что тут спьянули два офицера о том, что они ждут какой-то корабль с снаряжением. Вздыхали, чтобы его подальше не было, мол, тогда они подольше погуляют. Наверное, это судно должно доставить французской эскадре боеприпасов. Если снова-то они и тут достаточно награбили. Ой, шо-то я отвёкся, так когда это судно прибудет, тогда эскадра выйдет в море. Вот мы говорим, эта информация уже чего-то стоит. Буду стараться, сэр, может, ещё что-нибудь услышу. Так сразу же вам сообщил. Эти свиньи как належутся, всё готово выболтать, и за новыми сведениями дело не станет. Говоришь, как належутся, готово всё рассказать. Честное слово, сэр Натаниэль. Именно так слышали, чтобы вы... что тут за пункт творится. Ну вот я задолбался читать. Я вам сам вкратце расскажу. У главного героя, Натаниэля, появляется план споить вот того француза и выведать её информацию. Вот мы и спрашиваем товарища об этом плане. Говорим, что его, типа, сэр... Ну вот этот губернатор Редмунда вознаградит. Если у вас авторитет от двух и выше, то он согласится бесплатно дать рум. Если нет, то 95 придётся заплатить. Ну вот всё, с ним мы поговорили. Идём к этому. Вот что тебе, кто такой. Меня зовут Натаниэль Хаук. Вот что-то он говорит на... То ли английском, то ли французском. Ну я про... Вот мы вас сейчас сопьём. Он сейчас, типа, напьётся. И мы пойдём в джунгль. Чего надо? Мы на посту, разве не видно? Чего надо? Чего надо? Выйти от тебя. Вот мы, типа, пошли погулять в джунгль. Типа там... Живёт тётя с племянницами. Они хотят навестить. Хотят дураку, ясно, там нет никаких тётей с племянницами. Вот мы идём за ним. Так, ну я медлить не буду. Нам вот полюбосу придётся убить. Сразу хреначим. Вот он готов. Там уже бегут два солдата французских. Их тоже увольняют. На-те. Ты, блядь, на-те. Вот мы троих вынесли. Я тебя тупо саблю внимания вставляю. Так, ладно. Бежим. Бежим. Назад кораблю. Больше тут делать нечего. Так, обновилось у нас. Да, вот мы сняли с того чувака, которому мы спали бумагу. Типа вот этот снабженческий барк с боеприпасами стоит в порту Фоль-де-Флиор. Это такой город французский. И вот мы с этой бумажкой отправляемся назад к губернатору. Так, вот там, вот он и людишки ходит. Нанее сбежавшие те. Либо-те, чё, они убегают? Либо-те, чё, они убегают от меня чё-то. Я не знаю, почему. Чё, они меня за французский, привет? Ну, сердце вам, убедите. Первый раз такое встречаю, если честно. Так, ну вот мы вышли к бухте, наконец. Сохраняемся, и на этом, наверное, часть подходит к концу. Ну, перед тем, как закончить, я скажу... Ну, скажу немного о следующей части. Следующая часть будет уже поинтереснее, так как будет бой с кораблём, а потом будет абордаж. Ну, с тем барком, потому что будет миссия его захватить или утопить. Ну, и, возможно, мы выполним миссию потопить пирата, поэтому, наверное, следующая часть будет больше боевая, чем тупо ходилка-бродилка, как вот эти первые три. Ну, вот на этом, наверное, всё. Всем спасибо за просмотр. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok